Денис Соболев Густые зеленые травы подходили вплотную к самой кромке воды, и в них еще не появилась ни тени намека на жухлую старость. Зато осень уже угадывалась в листве могучих кленов, обрамлявших чудесно. Деревья покрылись багрянцем и золотом, и ветер уже шептал что-то напутственное в их ветвях о неотвратимо приближающихся заморозках. Над озером за паутиной бабьего лета носились разноцветные стрекозы. Было совершенно невозможно предугадать, в какой миг изменится их траектория полета. Вот она здесь, а вот уже там. Отец и дочь сидели рядом, оба жмурились в неге, похожие друг на друга, как две капли росы, худые, беловолосые и счастливые. Они были одеты в простую светлую одежду без времени. Девочка сказала, — Ты ведь придумал всех этих русалок, леших, жителей болот. Кто там еще в твоих сказках? Мужчина улыбнулся и ответил, не размыкая век. — Ничего я не придумал. Девочка повернулась к отцу, и ее голос стал более требовательным. — Пап, я уже не маленькая, мне же десять. Их никто до сих пор так и не видел. — Значит, их нет. Отцу все-таки пришлось открыть глаза. Он стал чуть более серьезным и посмотрел на дочь так, будто бы хотел спросить одно, но спросил совершенно другое. — Ты больше не веришь? — Ну, не знаю. Отец еще со мгновения побыл серьезным, а потом рассмеялся. — Вера неверящая. — Пап, — ответила девочка, заражаясь смехом, — Вера Устинова, пятый Б. — Ладно, Вера Устинова, тебе скоро просыпаться. В школу пора. — Не хочу я в школу. Хочу еще с тобой немножко побыть. И с мамой. Чтоб мы опять. Вместе. Но отец промолчал и даже почему-то отвернулся. С гор подул морозный ветер, который принес несколько желто-красных листьев и бросил их в воду. Те закружились в незамысловатом танце, и круги на воде от их падения разошлись во все стороны мелкой рябью. Заинтересовавшись, красная стрекоза села на один из листьев, но, не найдя ничего интересного, упорхнула так же стремительно, как и прилетела. Вера почувствовала, что с другой от нее стороны появился еще кто-то. Она повернулась и увидела маму. Тихая радость согрела душу. На маме тоже была светлая одежда. Без времени. Русые волосы падали на плечи, слегка развиваясь на ветру. У Веры перехватило дух, настолько мама была красивая. Девочка сказала, — Мамочка, ты у меня самая распрекрасная. И та ответила с луковой улыбкой. — Пора вставать, Соня. Подъем. Вера не хотела спорить, но и просыпаться тоже не хотела. Она просто смотрела на маму, улыбалась и молчала, а затем перевела взгляд на озеро и стрекоз. Все трое так и сидели, окутанные счастьем вечности, пока откуда-то сверху, где-то очень высоко в небе, не раздался грохот гигантского будильника в облаках, нависшего над озером. Звон стоял просто оглушительный. И Вера все-таки проснулась. Глава первая Будильник, ушастое создание, давно сломался, еще задолго до рождения Веры. Такой круглый с какими-то штучками сзади, выцветший темно-зеленый обод, две потускневшие от времени медные шапочки с помпушками и стальной рычажок для заводу пружины, еще тонкие стрелки и крупные цифры латиницей — семейная религия. Точнее сказать, не религия, а реликвия. Вера прекрасно знала, как правильно, но с детства называла так, потому что от механического чуда прошлой эпохи в сочетании со словами «семейная религия» веяла тайной. А тайны Вера уважала и любила. А вот мама хотела выбросить сломанную безделушку. В ответ ей папа говорил, что обязательно снесет будильник в мастерскую и починит, когда руки дойдут. Но то ли руки у него не доходили, то ли он сам не доходил до мастерской, неизменным оставалось одно — сломанная вещь, захламляющая квартиру, по-прежнему оставалась нетронутой. Этот будильник Вера нашла в кладовке на антресолях много лет назад. С тех самых пор вечно подающая надежда на исправность, медно-ушастое творение с римским циферблатом так и стояло на прикроватной тумбе, видимо, чтобы перед сном навевать мысли о глубине истории и о чем-то неведомом, не страшном, но очень далеком и от того безумно интересном. Звон во сне и в реальности производили сразу два разных устройства, схожих по сути, но отличных по происхождению. Вера хотела вернуться обратно к озеру, но знала по опыту, что назойливый звон сам по себе не исчезнет. Поэтому ей пришлось просунуть руку в щель между одеялом и подушкой. За раритетным ушастиком на тумбе прятался плоский мобильник. Вера нашарила телефон, отключила от зарядки, поднесла к лицу. — Шесть пятьдесят. Школа. — намекала. — жидкокристаллическое яблоко в розовом футляре. — Жаль, что нет кнопки «Заткнись». Ведь именно так прочла вслух Вера слово. Стоп на экране смартфона, прежде чем отключить. Ох, как же не хотелось вставать. Но с малых лет Вера отучилась от «ну еще пять минуток» и от «ну сейчас». Поэтому сделала, как ее учили, сказала себе «раз, два, три» и встала безо всяких там раздумий. Папа говорил, просыпаться нужно, будто входишь в холодную воду. Попробовала температуру ножкой, сосчитала до трех — и все, прыгай. То есть просыпайся. Вперед, новый день. А мама добавляла, — только знай, куда прыгаешь. Если не знаешь дна, можно и шею сломать. Но это уже касалось исключительно ныряния в воду и без всяких там иносказаний. А так как плавать Вера вообще не умела, то ей и не грозило нырять, не разобравшись с особенностями дна. Ей, в принципе, не улыбалось заходить в воду. Смотреть на гладь озера сколько угодно, а вот плавать ни за что. Зато просыпалась Вера просто отлично. Любой новобранец или курсант военного училища мог бы позавидовать такой самодисциплине. За окном стояла темень. В октябре ночи стали длиннее. Шесть пятьдесят, а солнце даже не думает появляться. Оно-то как раз еще спит. Ему хорошо. Там снаружи повисла осень, но совсем не такая, как во сне. Теплая, золотая, с паутинкой, с трикозами, а блеклая, моросящая, холодная городская осень с машинами, огнями и бесконечным дымом из труб под хмурым небом. Вера не стала включать свет, натянула тапки и зашлепала в полумраке из комнаты. В ванной она умылась, вытерлась полотенцем, скорчила зеркалу-рожицу и вышла. У закрытой двери в мамину комнату Вера заметила большие мужские ботинки, аккуратно выставленные наружу. Это ее ничуть не смутило, лишь заставило более внимательно осмотреться по сторонам. В прихожей на полу Вера увидела небольшую кожаную сумку делового покроя. — Папа никогда не стал бы таскаться с такой. И темно-серый плащ на вешалке, а еще в углу стоял большой зонтик с коричневой лакированной ручкой. — Понятно, — пробурчала себе под нос Вера, и хотела уже идти в детскую собирать портфель, когда неожиданно ей на ум пришла одна идейка. Вера аж просияла, а затем, тихо ступая в мягких тапочках, пробралась в прихожую, постояла там с минуту без движений и начала действовать. Она с шумом провернула замок, распахнула входную дверь и тут же захлопнула, будто кто-то вошел. Затем Вера сняла с себя тапочки и, как можно громче шлепая босиком по паркету, якобы подбежала к двери, где никого, разумеется, не было. Вера смотрела в пустоту, но говорила так артистично, что в маминой спальне не должно было остаться и сомнения в том, что кто-то действительно появился в квартире. Вера обращалась ко входной двери бойко и весело. — Папа, привет! Заходи! Хорошо, что ты пришел. Я сейчас. Можешь не разуваться. У нас теперь так. Опять же такие шлепая босыми ногами, Вера подбежала теперь уже к двери маминой спальни и громко прошептала с крайним волнением в голосе. — Константин Львович, вам лучше прыгать через окно. Папа пришел, и кому-то сейчас будет очень-очень плохо. Бегите, спасайтесь! Прыгайте! Театральное представление одного актера, а точнее одной актрисы, закончилось в тот же момент, когда на пороге перед Верой появилась мама в махровом халате. — Вера, тебе еще не надоело? — А тебе? — Он что, теперь тут и ночевать будет? Мамино лицо из заспанного стало еще и сердитым. Буря могла грянуть в любое мгновение, но Вера именно этого и добивалась. Бури! Чтобы потом сказать, видишь, из-за него одни ссоры. Впрочем, на этот раз все случилось по-другому. Мама успокоилась неожиданно, начала так, будто и не собиралась ставить дочь на место за неуместную выходку. — Вера, папа не придет, и ты это прекрасно знаешь. Так что начни утро с чего-нибудь более оригинального. И, кстати, у Кости другое отчество, не Львович, а Сергеич. Пора бы запомнить, Константин Сергеич, ну или просто дядь Костя. — Дядя Костя здесь не рады, — буркнула Вера, но уже без прежнего пыла. И тогда мама показала ей безымянный палец с обручальным кольцом. Добавив, словно один карат в оправе из белого золота мог оправдать абсолютно все. — Мы с Костей обручились месяц назад. Ты это тоже знаешь. Успокойся уже и прими как факт. Ты взрослая, хватит воевать. Очень скоро мы распишемся, официальный Костя станет твоим отчимом. Так отнесись же к нему хотя бы с уважением. На глазах Веры заблестели слезы. Ей не хотелось воевать, но и принять такой факт она тоже не могла. Вера просто стояла и смотрела на маму с мольбой во взгляде. Когда из спальни, наконец, появился тот, о ком шла речь. Константин Сергеевич, на котором уже были надеты брюки, оставался все еще без рубашки, и Вера с неудовольствием заметила, что ее настоящий папа не обладал и половиной той мышечной массы, что бугрилась сейчас на Константине. Уже не молодой мужчина, с появившейся сединой на висках. Тем не менее, Константин был в отличной физической форме. Кажется, он носил звание полковника. Служил в какой-то то ли военной организации, то ли в полиции. Но в таком особом отряде, или как оно там у них называется, где обязательно нужно быть сильнее других и всегда быть готовым к конфликтным ситуациям, прям как сейчас. Вера подумала, что такой человек никогда не стал бы спасаться бегством, прыгая в окно. Но даже если бы и прыгнул, а у них, на секундочку, девятый этаж, то вряд ли бы разбился. Скорее всего, ее будущий отчим выбросил бы и пришедшего папу, и падчерицу. Вера попробовала в мыслях еще немного поупражняться в ненависти, но у нее почти ничего не получилось. Константин Сергеевич смотрел на нее и улыбался той самой улыбкой, которую называют «обезоруживающей». Не снисходительной и не с упреком, а совсем подружески, с пониманием и поддержкой. Он был очень красивым мужчиной. Конечно, не таким, как папа, но тоже очень. А еще, наверное, он был добрым, иначе мама ни за что бы не полюбила его. От мысли, что мама могла полюбить кого-то другого, кроме папы, Вере стало больно и кольнуло в груди. Константин, похоже, все понял и стал серьезным, нахмурил брови. Не в его характере было жалеть маленьких девочек, но улыбаться он все же перестал. Лишь обнял маму и сказал ей тихим, твердым голосом уверенного в жизни человека. — Ничего, Надюша, мы с твоей дочкой еще подружимся, обещаю. Но ответила не мама, а Вера. — Не обещайте. Того, чего не сможете выполнить, еще зачем-то добавила обидная. — Константин Львович. И, не дожидаясь реакции матери, Вера поспешила убраться к себе в комнату. Хлопнула дверь, двое взрослых остались в коридоре наедине. Константин сказал, — Хочешь, я твоего волчонка в школу подброшу, все равно по дороге. Но и на этот раз ответила Вера, теперь уже из-за закрытой двери в детскую прокричала, — Я поеду на трамвае! Мама лишь развела руками. Глава вторая В трамвае было обычно, душно и людно. Те из пассажиров, кто помоложе, торчали каждый в своем телефоне. Люди среднего возраста цеплялись за утренний сон, пытаясь поспать хоть еще немного. Пожилых было вообще мало, зато именно старички выглядели бодрее всех, готовые не то к руганию, не то к праздному разговору о подорожании цен или о новом коронавирусе. Обычно Вера любила наблюдать за людьми в транспорте и придумывать им жизни, кто чем живет. Но сегодня она ни на кого не смотрела, предпочла изучать пробегавшие за окном унылые пейзажи серого города. Многоэтажки, деревья без листвы, машины, пешеходы. А когда и это надоело, Вера принялась рассматривать тяжелые пунцовые облака. «Скоро дождь пойдет», — подумала она и вздохнула. Как же ей хотелось обратно в свой сон. Ведь она с папой так и не договорила о чем-то важном. О чем именно, Вера уже не помнила. Но она точно знала, это было важно. Вера напряглась, чтобы вспомнить, но сон ускользнул от нее. Тогда она еще больше напряглась, аж вспотела. Вера пыталась изо всех сил сконцентрироваться на воспоминании о том месте, где озеро в горах и над водой летают стрекозы. Она даже начала что-то видеть в своем воображении, как вдруг случилось нечто в высшей степени странное и необъяснимое. Вера услышала рядом с собой гнусавый старушечий голос. «Растите, дедушки, растите. Ищите ее и днем, и ночью. А как найдете, не упустите». Вера испуганно зашарила глазами по трамваю в поисках умалишенной старухи. В том, что с ней говорила именно ненормальная, Вера не сомневалась. Было в том голосе что-то не так. Такой очень низкий и неприятно дрожащий голос. Шли мгновения, но Вера не могла определить, кто с ней говорил, и от этого на душе становилось все тревожнее и тревожнее. Раздался скрипучий смех, словно закаркала ворона. И Вера неожиданно догадалась. Несносная старуха смеется прямо у нее в голове. В ту же секунду будто током ударила, будто нерв у стоматолога случайно задели. От боли в висках сами собой из глаз сбрызнули крупные слезы, и все вокруг на мгновение померкло. Через секунду Вера увидела ее. Но случилось это совершенно не в трамвае. Не в трамвае! А в какой-то черной-черной комнате. Горбатая ведьма в утлой одежонке с хлипкими серыми космами до пояса стояла к Вере спиной. Лица ведьмы не было видно, зато руки рассмотреть удалось. Грязные, бугристые от артрита пальцы бросали одну за другой черные семечки в кипящий котел на огне. Ведьма тихо подвывала. — Растите, растите, мои черные. Ищите ее днем у русы. Ищите ее ночью. А как найдете, из когтей не выпускайте. Вера ойкнула. Ведьма начала поворачиваться. И все. Видение исчезло. Все тот же трамвай. Все те же пассажиры. Никому нет дел до перепуганной девочки у окна. Вере так сильно захотелось кричать, что она, смахнув неожиданные слезинки со щек, закрыла себе рот ладошкой. Вера посмотрела по сторонам. Кажется, была какая-то остановка. Люди вышли и вошли, трамвай вот-вот привычно дернется и поедет. Раздастся звук закрываемых дверей, и все станет, как прежде. Вдруг Вера увидела в окне чей-то немигающий взгляд, направленный, как показалось, в самое ее сердце. Молодой парень спортивного телосложения в строгом черном костюме стоял на остановке и буравил Веру своими большими карими глазами через стекло окна, будто хотел убедиться, что это именно та девочка, которая ему нужна. Их взгляды встретились, и уже через несколько секунд костюмный здоровяк понял – Вера его цель. Это поняла и перепуганная девочка. Вера сжалась – что-то сейчас будет. И это что-то будет явно не самым хорошим. Но двери закрылись, и трамвай поехал. Вопреки ожиданию, молодой человек не побежал вдогонку. Он остался стоять на остановке, провожая Веру грозным взглядом охотника. Ох и страху-то было! Субтитры создавал DimaTorzok